Привет! Сегодня решил затронуть довольно сложную, но при этом весьма интересную тему. Мы с вами посетим большой железнодорожный коллайдер. Все мы любим эксперименты, вот и железнодорожники, те еще затейники. И сегодня расскажу вам про одну такую затею. Что для этого потребовалось? Большая ровная площадка, на которой можно смастерить идеально ровную окружность из рейсов. А задумал испытательный полигон еще в 1901 году Ломоносов. Чувствуйте подвох. Это был другой Ломоносов. Но тем не менее. В 1912 году было организовано научно-исследовательское учреждение контора опытов над типами паровозов. А потом в 1918 году на его основе создали экспериментальный институт путей сообщения, который в наше время называется ВНИИШТ. Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта. Около 10 лет зрела мысль об экспериментальном кольце. Предлагались разные земельные участки. Например, в Люблино. Но рядом были поля орошения и предложение не вызвало восторга. Потом предложили район станции Бутова, но и там были сложности. Железнодорожников огорчил наркомат связи. В итоге окончательным вариантом был назван участок у платформы Щербинга. Наконец, в 1928 году началось строительство. Через четыре года около Щербинки материализовалось однопутное кольцо протяженностью 6 километров и радиусом 956 метров. Я тут посчитал на досуге. Если бы сделали кольцо радиусом 1 километр, то его длина была бы не очень круглой цифрой. 6280 метров. Ну а чтобы паровозы не разбрасывало по округе, наружный рельс решили сделать на 5 сантиметров выше внутреннего. Кроме самого пути с нулевым уклоном, к 1932 году рядом было построено два депо. Локомотивное и вагонное. А также тяговая подстанция, лабораторные помещения и мастерские. Это был первый в мире испытательный полигон железнодорожной техники. Самыми первыми подопытными стали паровоз серии ЭМ и тепловоз ЭЛ. Затем испытали автосцепку СА-3. Она расшифровывается как советская автосцепка, третий вариант. Кстати, она успешно используется и сейчас. А когда в 1935 году кольцо электрифицировали, взялись за электровозы постоянного тока. ВЛ-19-17 и СС-11-18. Затем взялись за тормозные колодки. В общем, работа кипела. До Великой Отечественной войны по кольцу гоняли четырехосные полувагоны и первый отечественный электровоз переменного тока УР-2201. Работа продолжалась и в годы войны. Разрабатывали и внедряли новые технологии по передвижению стратегических грузов и воинских эшелонов. Пришлось подключить смекалку и разработать технические указания по восстановлению поврежденных путей, паровозов и вагонов. Особенно показательна история одной разработки оборонного значения. В 1941 году инженер Вништ Шаронин предложил использовать паровоз для разогрева в зимнее время двигателей танков и бронемашин с тем, чтобы обеспечить немедленную разгрузку их с железнодорожных платформ. Это особенно было актуально на станциях, где совершались авианалеты противника. Дело в том, что в зимнее время разгрузка состава с танками с застывшими моторами могла длиться более суток. Он написал об этом Сталину и через три дня предложение было одобрено. В итоге горячая вода и пар от паровозов оживляли бронетехнику в считанные минуты. Также на опытном заводе института освоили производство комплектующих для реактивных минометов. Ну вот война закончилась и на кольце занялись созданием нового поколения подвижного состава, заодно и увеличением пропускной способности железных дорог. Начато исследование по разработке электровозов на переменном токе. Не забыли и про тепловозы, которые постепенно стали вытеснять паровую тягу. А в 1955 году испытано самая злая и последняя по счету серия паровозов СССР P-38. Техники расплодилось много и путей уже не хватало. К 1960 году это упущение было исправлено постройкой второго и третьего замкнутых путей внутри кольца с прямыми вставками и максимальным 12-процентным уклоном. Появились участки с различными радиусами кривых от 390 до 1220 метров. В общем жизнь на кольце заиграла новыми красками. Стоит упомянуть, что до 1960 года наше кольцо было единственным в мире. Несмотря на то, что сегодня существует несколько подобных опытных площадок в разных странах, наше кольцо самое лютое. Из-за перепадов температур в нашем климате техника испытывается в экстремальных условиях, а самое главное преимущество это уникальная лабораторная база, возможность получить результат за короткое время и выдать сертификат на проведенные испытания. А самые внимательные зрители наверняка уже обратили внимание на деревеньку посреди испытательного полигона. Это единственная в мире деревня, расположенная внутри железнодорожного кольца в НИИЖД. На вечный вопрос курица или яйцо, в данном случае курица. Но это не точно. В 30-х годах прошлого века сюда переселили деревни Декурьянова и Батюнина из нынешнего района Курьянова в Москве. Это то самое, самое ароматное место Москвы на живописном берегу Москвы-реки напротив Коломенского. Я как-то уже рассказывал о нем в одном из прошлых видео. Но в те годы это были просто деревни за чертой города. И хоть жители были спасены от ароматов со всей Москвы, но теперь вокруг гоняли на бешеной скорости стальные кони, а дорога на большую землю была одна. На данный момент это микрорайон Новокурьянова, входящий в состав Южного Бутова, что в свою очередь, напоминаю, является частью Москвы. Кстати, про Южное Бутово тоже есть рассказ на канале. А вообще, в Новокурьянова около 120 дворов есть своя школа, футбольное поле, лесопарк, пруды и даже аэродромчик для авиамоделей. Ну а сейчас мы с вами направляемся, пожалуй, к самому узнаваемому и самому заметному зданию на всем кольце, которое делит между собой ВНИШТ и корпоративный университет ООО РЖД. Выглядит как центральная часть ХЗБ, про которую у меня на канале просто дикое количество видосов. Есть до сноса, после сноса, да и само разрушение демонами. Ссылка на экране и в описании под видео. Но сегодня не об этом. Год постройки здания 1987. 8 этажей. Первый, второй и четвертый этажи занимает ВНИШТ и экспериментальное кольцо. На четвертом этаже расположена пультовая для управления движением по кольцевым и тракционным путям испытательного полигона. Пульт управления сигнализацией, централизацией и блокировки. Третий, пятый, шестой, седьмой, восьмой этажи занимает корпоративный университет ООО РЖД. Кстати, аналогичное экспериментальное железнодорожное кольцо завели себе и китайцы. У них оно чуток покрупнее и находится на северо-востоке Пекина. Для тех, кто в географии не очень, это где-то в районе китайских мутищ. А вот внутри кольца последователи МАО расположили музей железнодорог и музей кино. Ну а это паровоз П-36, что примечательно стартует с пробуксовочкой, что само по себе мне кажется круто. Почти как дрифт на автомобиле, только весом 135 тонн. Я прикинул по данным дрона, что чешет он примерно под 50 км в час, но может быть чуть-чуть помедленнее. Вообще паровозы в свое время были самым скоростным наземным видом транспорта и неудивительно, что они постоянно пытались улучшить свои достижения. Первым официальным рекордом скорости рельсового транспорта может гордиться паровоз конструктора-изобретателя Стефансона, запоминающимся названием «Ракета». В 1829 году он победил всех оппонентов на рейнхельских состязаниях. Разве скорость не то 24 мили в час, не то 30 мили в час? Разнятся тут данные. По-нашему это 38,6 и 48 км в час соответственно. Но самым колоритным, пожалуй, был циклопед Томаса Шоу Брандрата. Он изначально не удовлетворял условиям состязания, хотя бы по той причине, что вместо паровой машины имел коня. Конь прокачивал свою физическую форму на деревянной беговой дорожке, приводя в движение тележку под собой, поскольку по шпалам особо не набегаешься. Впереди было корыто с едой, а сзади, ну, все происходило естественным путем. Первый же заезд коник провалил в прямом и переносном смысле. Дощечки не выдержали ретивого скакуна, и он ушел вниз, изрядно поранившись. Кстати, любители конной тяги не опускали руки и в дальнейшем. Известны работы по апгрейду циклопеда до импульсории, где итальянские умельцы использовали не одну лошадиную силу, а сразу несколько, и регулировали скорость коробкой передач. Была и нейтралка, и задняя, ну, в общем, все как в автомобиле. Ну, а сам победитель той гонки, паровоз-ракета, сохранился до наших дней и является экспонатом Лондонского музея науки. Прошло всего 10 лет, и у английского паровоза Hurricane, вооруженного трехметровыми колесами, стрелка спидометра побывала за отметкой 100 миль в час. А это уже 160 км в час, если мерить не лаптями. Далее прогресс по скорости замедлился. Кануло 64 года, и американский паровоз номер 999 в 1893 году поднял планку до 181 км в час. Многие не верили, некоторые до сих пор сомневаются, но вот 170 км в час не оспаривает никто. Кстати, паровоз 999 никуда не делся. Стоит в музее в третьем по величине городе США, Чикаго. Еще через 43 года отличились немцы. Паровоз фирмы Borsing DRG серии 05 чуток превысил отметку в 200 км в час во время демонстрационного заезда. Сейчас он в музее в Нюрнберге. Рекорд продержался два года и был побит специально спроектированным английским паровозом серии А4, номер 4468, Меллард. Дикая утка. Он достиг скорости 202 км в час. По сей день рекорд скорости паровозов остается за ним. В настоящее время Меллард является частью национальной коллекции в Национальном железнодорожном музее Соединенного Королевства в Йорке. Конечно же в дикой природе паровозы не соревнуются в скорости, не обгоняют, не подрезают. Хотя жаль, было бы очень эффектно. А что же отечественные паровозы? Оказывается и наши паровые машины умели быстро ездить. Тут стоит упомянуть серийный паровоз ИС. Иосиф Сталин. Машина была очень мощная, но для того, чтобы эта мощь превратилась в скорость, пришлось несколько лет его допиливать. А эксперименты с обтекаемым корпусом вставили в аэродинамической трубе ученые в НИИЖД и Московского авиационного института. Доказав при этом, что увеличение мощности может достигать 250 лошадей. В итоге на рельсах стал усовершенствованный ИС. Быстрый, мощный, красивый. Бригаде получилось его разогнать до 155 километров в час. В 1937 году красавец поехал в Париж и вернулся с наградой Гран-при. Между прочим, это была та самая выставка, где построили знаменитый павильон с рабочим и колхозницей. Сейчас парочка стоит около ВДНХ. Кстати, интересный факт. При возврате из Парижа памятник рабочему колхознице повредили. А после реконструкции в 1939 году установили на низком 11-метровом постаменте перед северным входом ВДНХ. Лишь в ноябре 2009 года памятник установили на новый, специально построенный для него павильон-постамент, повторяющий пропорции оригинального павильона. И если ИС был самым быстрым советским серийным провозом, то ФД-21, Феликс Дзержинский, был в те годы самым мощным грузовым провозом. Примерно в то же время разрабатывался другой советский провоз, который был выпущен всего в двух экземплярах и не получил серийное обозначение. В истории за этими провозами закрепилось название 232К по количеству бегунковых движущих и поддерживающих осей. Буква К скрывала под собой родину провоза – Коломенский завод. В процессе инженерных изысканий паровозу перепали двухметровые движущие колеса, обтекаемый корпус и разные плюшки от других удачных паровозов. В общем, в итоге эксплуатации выяснилось, что 170 км в час паровоз делает. Некоторые же утверждают, что было и 178 км в час, но официального подтверждения этому нет. Вот на Ворошиловградском заводе в то же время сделали свой паровоз – 232, с буквой В, как несложно догадаться, с конструктивной скоростью 180 км в час. Но в отличие от Коломенского детища, паровоз был унифицирован с ИС и ФД, так что ремонт был сильно дешевле. Колеса у него были, кстати, 2 метра 20 сантиметров. До войны он особо не успел отличиться, а после войны, более того, с него почему-то сняли обтекаемый корпус и эксплуатировали на скоростях до 70 км в час. Но в 1957 году о нем вспомнили и установили последний официальный рекорд СССР для паровозов – 175 км в час. А теперь о судьбе наших рекордсменов. С 1962 года все ИСы переименовали в ФДП по политическим соображениям. Буква П указывала на пассажирское использование. И несмотря на то, что всего было построено 649 экземпляров, на сегодняшний день осталось чуть более одного. Собственно, один в Киеве в виде памятника, а второй в Брянске. Тоже в виде памятника, но из бетона торчит лишь малая часть морды паровоза. Конспирологи тут скажут, что под толстым слоем бетона прячется целый паровоз. А прагматики ответят, что морда отрезана, остальное переплавлено. Что на самом деле – тайна, покрытая бетоном. Паровозам ФДП повезло больше. Они и в музеях стоят, и как памятники выставлены в разных городах, красуются на постаментах. Ну а наши рекордсменные скорости уже ту-ту. Ну вы поняли. Разве что в Москве на станции метро Новокузнецкая можно увидеть 232В на мозаике на потолке. А еще был самый тяжелый паровоз – П-38. Но тут тоже печалька. В 1959 году все четыре паровоза были переданы предприятиям Белгородского совнархоза, где их использовали в качестве больших самогонных аппаратов. Шутка, конечно. Котельных. Но до настоящего времени ни одна машина из этой серии не сохранилась. Ну а самый длинный паровоз у нас – АА-20. Из-за своей рекордной длины в 20,5 метров прослужил всего год – с 1934 по 1935. Вел себя не очень. Сходил с рельс, не помещался в депо. За содеянное был приговорен к высшей мере. Со срочкой в 25 лет. Хорошо. Но кто же у нас сегодня пускает пар в небо? А это Малыш Ерь – представитель маневровых и промышленных танк-провозов. И тут, конечно, возникает обывательский вопрос. Раз танк, то где же пушка? Оказывается, не всё так просто. В общем, нет у него пушки. Нет даже тендера. А вот топливо и вода возятся прямо в нём же. В специальных резервуарах. Танках. Отсюда и путаница. Паровоз О-П. Говоря современным языком, прокаченная версия О-В. Основного паровоза, который был, пожалуй, самым массовым на железных дорогах нашей страны при царе-батюшке. Ему в спину дышит Э-У. Собственно, усиленная версия достаточно массовой серии Э. Производилась с 1912 по 1957. С совсем незначительными перерывами. Тут же рядом другой представитель серии Э. Э-М. Первый экземпляр встал на рельсы в 1931 году. И трудился он на нефтяном отоплении. В разные годы проводились испытания паровозов Э-М на нефтяной и угольной тяге. Но какого-либо улучшения относительно Э-У замечено не было. А вообще серия паровозов Э самая массовая. И не только в нашей стране. Но и во всём мире. Наклепали около 11 тысяч штук. Про ФД. Федю я уже упоминал. И тут же Малыш 9П. Последний маневровый танк-паровоз СССР. Выпускался до 1957 года. С.О. Серго Орджоникидзе. За основу взяли серию Э. И как следует усилили. Были экземпляры и с устройствами конденсации отработанного пара. Снижающим расход воды в 25 раз. В итоге получилась удачная, мощная машина. Правда никаких рекордов на ней не ставилось. С.У. Сормовский усиленный паровоз. Выпускался с 1924 по 1951 год. Считается очень удачным, быстрым и экономичным. Применялся в пассажирском движении аж до 1978 года. Л. Паровоз конструкции Льва Лебедянского. Встал на рельсы в 1945 году и получил название Победа. Конструкция оказалась столь удачной, а характеристики паровоза столь хороши, что после двухлетней эксплуатации Лебедянского вызвали в Кремль, дали сталинскую премию и переименовали серию по фамилии конструктора. По просьбе самого Лебедянского название Победа сохранили первые 78 паровозов, выпущенные до 1947 года. Л.В. Ворошилово-Градская, скажем так, модификация паровоза, стал последним построенным магистральным паровозом в СССР. За основу при проектировании был взят паровоз Л. Получился один из самых совершенных советских паровозов. Паровоз высшего конструкторского класса. И П-36, последний пассажирский локомотив на паровой тяге. Выпускался до 1956 года. Хочется еще добавить, что раньше на фронтонах многих паровозов красовалась красная звезда с брельефным изображением руководителей СССР Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича. Но после 20-го съезда коммунистической партии, который состоялся в феврале 1956 года, брельефы массово стали убирать. Кроме осуждения культа личности Сталина, на съезде также было принято решение о прекращении паровозостроения в СССР. Как вы заметили, на экспериментальном кольце, помимо паровозов, еще масса современной техники. Но она достойна, мне кажется, отдельного рассказа. А вообще, здесь в Щербинке ежегодно проводятся выставки железнодорожной техники. Можно приехать, все пощупать и пофотать. На этом я, пожалуй, буду завершать свой рассказ о большом железнодорожном кольце в НИЖД. Забегая вперед, скажу, что нашел еще одно железнодорожное кольцо поменьше. Но о нем, может быть, расскажу в одном из следующих видео. Если вам понравился рассказ, подача материала, не стесняйтесь поставить лайк, написать комментарий. Традиционно жду отзывов и предложений от моих зрителей. Если железнодорожная тематика вам кажется интересной, то готов продолжить. Есть о чем рассказать. Всем удачи и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok